Новости на телеканале Санкт-Петербург, в студии Екатерина Индалычева. Добрый вечер. Главный военно-морской парад страны состоялся в Петербурге. В акватории Невы и Кронштадтского рейда к элеваторным строям прошли военные катера и корабли. Некоторые участвовали в торжестве впервые. Все подробности у Александра Буренина. В 11.00 разгорается огонь на растральных колоннах. Это ознаменовывает начало парада. Основные события происходят в акватории Невы. Владимир Путин на катере обходит парадный строй, поздравляя участников с праздником. Поздравляю вас с днем военно-морского флота. Ура! 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 А затем президент сходит на берег и обращается к морякам с Сенатской площади. На протяжении веков наш флот был и остается нерушимым стражем рубежей Отечества. Его гордостью и славой. Поэтому торжества в его честь отмечает вся Россия, весь наш народ. Сегодня мы поздравляем отважные экипажи кораблей и подводных лодок, бесстрашных летчиков морской авиации, личный состав ее наземных служб, мужественных бойцов береговых войск, нашу дерзкую морскую пехоту. Строй кораблей петербургской части парада возглавляет знаменитый парочник Полтава. За ним следуют малые ракетные катера «Буря» и «Зеленый дол». За парадным строем кораблей с трибун наблюдали главы африканских государств, участники саммита России и Африка, губернатор Петербурга Александр Беглов и ветераны военно-морского флота. Практически параллельно под звуки оркестра начинается военно-морской парад в Кронштадте. Одним из первых в строю идут корветы «Стойкий» и «Сообразительный». Отдельное внимание катеру «Град» — это дебютант парада, принятый в состав флота в конце прошлого года. Он оснащен ракетами «Калибр» и «Оникс». Один из самых интересных участников парада — большой противолодочный корабль «Североморск». Он введен в эксплуатацию в 1988 году и не очень богатая биография. Он проходил службу и в Индийском океане, и, например, у берегов Арктики. Некоторые зрители с трибун особенно внимательно следили за «Североморском». Для них это не только военная мощь, но и ностальгия. Приятно встретить во время военно-морского парада большой противолодочный корабль «Североморск». Потому что я родился в городе, в Североморск вырос там. Вся моя военная служба прошла на Северном флоте в городе Североморск. Военно-морской парад в Петербурге известен по всей стране. Приезжают люди даже из столицы. Нам очень понравилось. Мы каждый год приезжаем из Москвы специально, чтобы посмотреть на вот эту красоту. Пока взрослые восхищаются общей картиной, дети, как всегда, особенно внимательны к деталям. Мне запомнилась подводная лодка. Там говорили, что она очень быстрая. Большой-большой корабль, много матросиков стоят в ряд. Это круто очень было. Завершает проход военных кораблей подводная лодка «Уфа» проекта «Варшавянка». Того самого, который называют «Черная дыра» за умение скрываться от радиолокационных систем противника. А завершают парад уже гражданские корабли парусники из местных яхт-клубов. Зрители же домой не спешат после самой важной части дня военно-морского флота. Ведь праздник продолжится до конца дня и завершится торжественным салютом. Александр Буренин, Вячеслав Шульгин, Алексей Малер, Юлиана Говорова и Дмитрий Павлов. Телеканал «Санкт-Петербург». Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Президент поблагодарил главу города за отличную подготовку и проведение саммита «Россия-Африка». И подчеркнул, что Петербург принял гостей на высшем уровне. Спасибо большое. И говорю это не только от себя, но и от имени наших гостей. Все, как один, отметили отличное состояние города, которое подчеркивает, только подчеркивает, это состояние подчеркивает красоту Петербурга. Александр Беглов доложил президенту о реализации важнейших инфраструктурных проектов города. Губернатор подчеркнул, что в настоящее время идутся активные работы по сооружению широтной магистрали скоростного движения. Проект реализуется при софинансировании 50% из федерального бюджета, 50% городского бюджета и инвестора. Также Александр Беглов сообщил, что создание трамвайной сети по маршруту станции метро Купчино поселок Шушара-Славянка находится в активной фазе строительства. Кроме того, губернатор доложил и о других масштабных проектах. Мы начали строить долгожданную переправу через Неву, это Большой Смоленский мост. Это за 40 лет первый раз мы строим новый большой мост. Он шестиполосный, с трамваем, разводной. Через Неву, его очень ждут жители и правого, левого берега Невы. Глава города подчеркнул, что эти проекты очень важны для Петербурга и выразил уверенность, что при федеральной поддержке они будут достроены вовремя. Президент Владимир Путин и участники саммита «Россия-Африка» посетили Кронштадт. Глава государства, а также президенты Буркина-Фасо, Мали, Эритрея, Конго, Судана, Экваториальной Гвинеи, Танзании и главы делегаций ряда других африканских государств прошли на катерах вдоль береговой линии. Эта поездка стала продолжением встреч и переговоров саммита «Россия-Африка». Также почетная делегация во главе с Владимиром Путиным посетила музей военно-морской славы в Кронштадте. Новый музей дополнил туристко-рекреационный кластер «Остров Фортов». Современное интерактивное пространство будет работать в исторических зданиях. Дмитрий Ковалев расскажет подробнее. За день до официального открытия в музее военно-морской славы первая в его истории экскурсия для почетных гостей. Комплекс построили в рекордные сроки. С 2022 года здесь круглосуточно работали больше 600 человек. Основа музея – исторические артиллерийские арсеналы. Сохранение истории – одна из задач новой экспозиции. И сегодня у нас большое событие не только городского масштаба, но и нашей страны. Мы открываем самый современный в мире музей военно-морского флота. Представьте себе, что 4 года тому назад здесь всего были старые здания и пустырь. А сегодня мы с вами наблюдаем большое общественное пространство. Музей разделен на два этажа. Первый посвящен истории становления флота. Со времен Древней Руси формирование первых торговых путей до реформ Петра Великого. Здесь же первые победы военного флота Российской империи и открытие исследователей. В экспонатах отражено развитие кораблестроения, строительство учебных заведений. Отдельные страницы – история самого Кронштадта и строительство фортов. То, как подается история в этом музее, это уникально. И, конечно, музей военно-морской славы будет востребован и притягателен для всех поколений от мала до велика. Надо сказать, что этот музей – жемчужина не только в нашей стране, но и мировая жемчужина. Нигде такого в мире нет. Экспозиция второго этажа охватывает период со второй половины 20 века до сегодняшних дней. Всего 8 тысяч квадратных метров площади для основной выставки. Не верилось, что за год возможно провести такую большую по объему и грандиозную по сложности работу. Вот как строитель хочу сказать, что действительно та работа, которая была сделана при создании этого музея, она уникальная. Ключевой принцип – иммерсивность. Здесь, в отличие от других музеев, экспонаты можно потрогать руками, а технологии дополненной реальности позволяют почувствовать себя моряком. Экспозицию собирали с помощью ведомственных музеев, библиотек, архивов, вузов и научных центров. В музее «Доминант» является наша первая атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол». И, конечно, подводный флот России – это наш основной щит. Все это возможно благодаря компетенциям и умениям наших конструкторов, наших корабелов, благодаря мужеству наших моряков. Наш атомный подводный флот знают во всем мире. Безусловно, это огромная работа большого количества людей. И здесь я отдельно хотела бы выделить город Санкт-Петербург, все комитеты города Санкт-Петербург. Я вижу здесь много знакомых лиц. И все улыбаются, потому что это состоялось, это совместная работа, которая продолжалась не так долго, но, на мой взгляд, очень продуктивная и очень от души. Музей – не только выставочное образовательное пространство, но и общественное. Здесь появилась благоустроенная набережная. Открылись новые выходы к воде. Вид открывается на форте Петр I и император Александр I. Дмитрий Ковалев, Андрей Осин. Новости, телеканал Санкт-Петербург. Настоящим подарком ко дню ВМФ для Кронштадта стал уникальный сад-трансформер, установленный на Якорной площади. Гигантский рисунок из рулонного газона, украшенный катками с различными луговыми цветами и травами, кустарниками, бело-голубых расцветок, напоминающих пенистые морские волны, спрятанные между ними скамейки для отдыха и фотосессий, изменили площадь до неузнаваемости. Этот сад посвящен военно-морскому флоту, празднику. Он, если вы обратили внимание, на Якорной площади повторяет якорь, по большому счету. И таким образом, что он не закрывает собор, а продолжает перспективу собора. Поэтому я думаю, что нам это удалось. Хотел бы еще обратить внимание, что сады-трансформеры – это временные сооружения. Сад будет стоять до осенних холодов, после чего растения и скадок будут высажены на постоянное место жительства в парке Кронштадта. Яблочко, севастопольский вальс, вечер на рейде и другие популярные среди моряков мелодии и песни сегодня звучат на Дворцовой площади. В эти минуты там продолжается концерт в честь Дня ВМФ. Первыми на сцену вышли солисты Мариинского театра. Свои номера они исполнили в сопровождении Центрального концертного образцового оркестра военно-морского флота имени Римского-Корсакова. В числе выступающих и заслуженный артист России Владимир Самсонов. Сегодня не просто исторический день, сегодня для меня один из важных дней моей творческой жизни. Сегодня я впервые спел вместе с ансамблем песни и пляски Черноморского флота в Санкт-Петербурге. Это мой родной ансамбль, которым я впервые вступил на профессиональную сцену в 1982 году со всем юным пацаном. В эти минуты на сцене ждут появления сургановой оркестра, а чуть позже перед жителями гостями города выступит народный артист России Олег Газманов. Трансляцию концерта можно увидеть на нашем телеканале. Все новости доступны также на сайте телеканала. Ну а эфир продолжит прямая трансляция, посвященная Дню Военно-Морского флота. Субтитры создавал DimaTorzok